В этом хозяйстве к уборке готовы приступить хоть сейчас. Аграрии эмоции не скрывают. А зимая пшеница в этом году радует отличным урожаем. А вот яровые культуры, по словам учёных, ожидания земледельцев не оправдали. Весна выдалась жаркой и сухой. Температура воздуха была на несколько градусов выше нормы. Майские дожди прошли неравномерно. Даже на полях одного хозяйства урожайность отличается в разы. Отбылось предскоренное проходение фаз вегетации, особенно яркими зерновыми. Это по ячменю, по ярой пшенице, это относится и гороху. Поэтому на сегодняшний день уровень урожайности этих культур ранних ярых, будем сказать, на 10 сантиметров в среднем ниже, чем в минулого года. Аграрии всё же надеются намолотить не меньше трёх миллионов тонн зерна. К уборке приступят в первых числах июля. Жатва в этом году будет непростой, говорят специалисты. Из-за поздней весны посевную провели сжатые сроки. Все культуры созрели одновременно и собирать урожай земледельцам придётся быстрее. Как только переспевают культуры, они могут осыпаться, что приведёт к потерям. Но тот парк зерноуборочной техники, который мы имеем на сегодняшний день, это порядка 3400 единиц зерноуборочной техники вместе с привлечёнными. Этого достаточно для того, чтобы в оптимальные сроки до 10 дней, до 10 рабочих дней, там, где уборка началась, полностью её закончить. По словам чиновников, принять новый урожай уже готовы 60 элеваторов. А вот удастся ли фермерам выгодно продать зерно, пока судить рано. Аграрный фонд с ценами ещё не определился. Евгения Дашкевич, Анастасия Горелкина, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...